всем привет дорогие мои друзья приветствую вас на канале мари арт живопись маслом меня зовут марина бергник и сегодня мы напишем такую замечательную работу замечательного художника алексея зайцева из серии запахи лета у него очень много картин таких вот летних потрясающая работа на самом деле все такие добрые какие-то в общем посмотрите сами настолько они несут такую положительные эмоции когда смотришь на них и вот одну из них мы напишем подписывайтесь на канал если не подписаны и включайте не забывайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео мы с вами начинаем разбавитель white spirit без запаха кисть возьму вот такую потертую щетинку небольшой холстик тоже небольшой у меня 18 на 24 маленький формат взяла не иногда нравится такие вот маленькие крошечные наработки писать разделила пополам да чуть ниже середины видим линию там где у нас будет трава вверху небольшая часть там будет у нас виднется дерево до которая до дальний бережок и отражение и вот девушку я намечаю беру коричневую красочку отметила где она она будет стоять у нас по центру до отметила макушечку вниз где платье будут уже в траву до уходить пополам это то силу этих поделила это у нас будет линия талии вот намечаю ножки платится лицо здесь вот треугольничек такой лица здесь вот плечико у нее ручка вторая рука у нас будет лежать на руле надо такую свободно положила велосипед колесики на меча наклон вот я видели показала под каким наклоном раму велосипедную тоже наклоны смотрите все вот эти деталечки до ли конечка легонечко совсем чуть-чуть на меча и также роль дугу руля и здесь будет у меня теневая на платье рука 2 держит руль а это так вот свободно свисает здесь где-то платье будет горловина тут вот теневая кисть беру синтетика кругленькая красочку желтая красный и белила то есть добавляем красненького постепенно на разбавителе чтобы такой вот получился персиковый оттеночек светленький и заполняем вот там где у нас тело есть да вот руки шейка лицо пока вот этим цветом закрываем почему я делаю не темная до сначала чтобы они не были очень уж темные то есть лучше постепенно потихоньку темный оттенок вписывать свет и это будет более так вот мягенько будет оттеняю руку но это тоже как бы в данной для допустим работе в данной задачи я вот так поступаю кое-где в некоторых работах тоже так дело чтобы мягко было но иногда требуется наоборот какие-то жесткие тени да и тогда лучше конечно начинать с темных оттенков прокладываю теневые тут около выреза платье тоже теневая будет теневой это то есть меньше белил я добавляю больше коричневого красненького в оттенок в этот разбилины вот треугольник лица вытемнела белилки желтым солнечные освещенные участки тела показываю более пастозно можно шейка тоже наклон шейки обратите внимание то есть не как-то там вертикально просто для закрашиваем а вот меня под определенным наклоном прорабатываю шапочку оха с белилками и нижнюю часть потемнее взяла щетинку коричневый синдиго закроем сначала то отражение в воде от дерева до который идет чтобы у нас девушка уже была на таком контрастном фоне темном и чтобы нам видеть понимать насколько цвета кожи и и до платье и и насколько они мы попадаем в тон цвет чтобы было проще когда рядом будет такой вот довольно таки темный до оттенок темно наношу но тонким слоем то есть на разбавители тонким слоем аккуратненько обхожу если неудобно щетинкой можете в принципе взять какую-нибудь синтетику то есть не привязывайте что если у меня такая кисточка значите вам там обязательно какую-то надо брать чем удобно тем заполняйте также вот это вот кусочек низ деревьев до нас на дальнем плане вот видно я индиго добавил а потом таким вот темно-темно-зеленым коричневые с голубой фц можно капельку желтенького добавлять между ними между черными вот такой вот темно-зеленый кисть щетинка уже побольше беру голубую фц белила красненького туда немножко и подпачкаем коричневым для того чтобы он не был такой прям голубенький а был грязновато голубой и вот коричневый дают вот эту грязь так скажем да но такую благородную более сложный оттенок воды получаются и вот видите течет жиденько жиденько горизонтальными масочками я заполняю слева справа от отражения воду стыки сухой кисточка чуть-чуть растушевываем это еще не конечный результат еще будем работать голубая фц желтый охран тонким слоем таким вот грязноватым закрываем там где у нас будет на переднем плане трава с разнообразными масочками я так вот нужно избавиться от белого холста чтобы понимать насколько ярко у нас смотрится девочка в этот же грязноватый оттенок побольше белил голубой фц теневую часть платье прорисовываем вот платье белая ну таким довольно таки темным цветом голубая фц с красной получается фиальтоватый оттенок тоже не фиолетовый ядреный да такой какой-то ядовитый они естественно вот именно фиолетовый такой вот натуральный оттеночек и более светлым белил побольше да уже освещенную часть периодически возвращаюсь девушки вот шейка подбородочек очертила буквально видите треугольничек такое сделала коричневый не уже получается выходит появился и подбородок и лицо девушки до белилки желтеньким светлую часть руки темным цветом кожи делаю мягенькие переходы то есть работа очень маленькая как бы кропотливая да но все это возможно показать и на маленьком формате индиго черчевая шляпку и вот чуть-чуть покажу как бы темную часть волос индиго с красненьким там вот волоски у нее немножко видны коричневый с красным этим темным цветом можно подрезать форму лица делать шляпку поправлять руки если допустим получилось да к примеру очень толстенькая можно вот этим фоном смело подрезать вот видите шейка у нас идет на солнышке да получается освещена она светленькая а лицо само более темная в тени вот нанесла коричневые тени и мягенько растушевываю светлую часть платье белилки с голубым но белилки преобладают еле-еле такой голубой а теневые соответственно уже подпачканный голубая фица фиолетовые оттенки и свет может мы пишем да помним что мы пишем пастозно а теневые наоборот стараемся минимум краски наносить при телечки на платье обратите внимание на то под каким углом идут вот эти вот складочки на платье то есть по диагональке то есть они не закрашивать их как-то там вертикально или горизонтально да вот именно фактура ткани вот эти вот складки нужно так вот показывать даже вот в тени видите бирюзовый оттенок я смешала коричневый с голубой фицей такой вот зеленоватый рефлекс от травы на платье падает даже такой вот темный под грудью тоже теневые у нее белилки желтеньким делаю еще более освещенные части где у нас потом на руках на лице у девушки вот здесь вот краешек аккуратненько освещено лицо вверх шляпки светленький красный с коричневым вот в этот охристый оттеночек мягенько втираю и вот высота до шляпки и слегка коричневым очеркили поправляю шейку волоски красный с коричневым еще больше вы темняю лицо но оставляю тоненькую тоненькую светящуюся полосочку по краю лица в области декольте тоже затемняем коричневым с красным красочки прям вот минимум минимум на кисточке лучше несколько раз набрать и постепенно постепенно вот добиваться нужного оттенка чем сразу это кинетина вот здесь солнышко на шляпку падает вверху а дальше пошла тень от вот этой вот высокой да я забыла как она назвать интересное название у шляпки вот именно у верхней вот этой части верхушечку также индиго чертила белилки желтым такой он больше белилки что-то типа бантика на шляпке пастозно прям выложила форму шляпки придаем верху красным цветом на волосах у нее там тоже пастозно выложила как бантик и здесь бусы бусы обратите внимание не до конца прям добудем шейка в изгибе получается дайка половину части бус мы видим а там дальше уже идет изгиб поворот и бусы не видно а кисть руки смотрите прорисовываем тоже буквально там пальчик и общая вот как бы масса пальцев до остальных то есть каждый пальцем тут не прорисовываем тем более когда маленький формат нет в этом смысла работаю с платьем еще добавляю где-то на теневых участков здесь толщинка полей шляпки цвета добавляю желтый с коричневым прорисовываю таким пока цветом наш велосипед раму велосипедную такой светлый все-таки коричневатый да но не совсем темный индиго с разбавителем тонким слоем прорисовываем наши овалы колес голубоватым цветом ставим бличочки не полностью черным перекрываем да и не полностью весь овал обратите внимание получается изгиб как бы ему не полностью будем эти блики видеть также ставлю бличочки в желтые с голубой фц туда коричневого таким грязным зеленым прорисовываем такого цвета будет у нас зеленоватый велосипед уже сверху поэтому желто-коричневому и желтый с белилками сам руль он у нас будет посветлее желтый с белилами плечочки ставим на велосипедной раме обрисовываю индиго где допустим у меня остались не прокрашенный холст даже красный с белилами плите на колеса сделала и уже более темным голубая фц с желтым темно-зеленым в теневых частях велосипед показала на большом количестве разбавителя еще делаю и горизонтальной мазочки посветлее на нашей водички но не полностью перекрываю атаку и где и даже вот добавила красненького таких фиолетовых моментов также индиго набираю на кисточку на щетинку и вот создаем отражение от дерева вот интересная горизонтальная мазочки выходим где-то на пятнышками на водичку да то есть у нас там могут быть просветы какие-то вот у дерева то есть небо да и вот она такими же пятнами просветами будет виднеться в воде слегка набирая вот макая там вот какие-то веточки уже не горизонтальная так вот свисают довольно таки темненькие также отражение можно добавить довольно таки темного голубая фц с коричневого беру мастихин охра с голубой фц желтенького чуть-чуть но такой довольно таки темненький цвет и вот коротенькими мазочками показываю какие-то пятнышки да там же дерево у нас и будто показываем но довольно таки темно все-таки оттенки темненькие зеленые более охристые там посветлее можно вот видели желтого добавила да в зеленый с краешку и то есть захватываю где-то посветлее где-то потемнее вот таких моментов отражение в воде тоже мы добавим туда оттеночка вот в коричневый зелени добавили но оттенки добавляем но они там темные должны быть не делайте сильно яркими потому что там темно чуть-чуть сглаживаю работаю с деревом белилки голубая фц коричневый вот такими вот мазочками вертикальными потом перебиваю их горизонтальными то есть создаем вот так вот водичку и также маленькими пятнышками прямо на носик мастихин чека набираю красочку и в темные места тоже вот как я говорила до просветы могут быть между листвой также она отражается то есть так вот немножечко показали еще более посветлее вот капельку капельку как бы таких вот волночек ряби добавлю поярче чтобы было это уже так от себя у автора все таки более темнее водичка более фиолетовым цветом опять возвращаюсь к платью прорабатывают теневые и тонкий слой втирающий слой а светлые участки на платье более пастозно и вот даже разбеленный желтый выкладываю зеленоватого даже оттенка прорабатываю аккуратненько велосипед руль если допустит толстенький можно темным фоном все это подрезать и вот такими коротенькими мазочками что-то напоминающие кувшиночки то скорее всего прудик какой-то маленькими мазочками добавила зелененьких рядом темненьких да то есть делаем как бы объемчик такой темненький светленький и совсем вот такой желтый с белилками с капелькой зелененького там посветлее чего-то еле касаюсь аккуратненько так под маленькими мазочками в теневой части тоже покажем кувшинки но такие они уже коричневато охристые такие зеленцой болотного цвета набираю на торец мастихина темный этот зеленый цвет и вот какие-то свисающие веточки бы так вот показала коричневый с нашей охра и такой вот грязный грязненький темненький зелененький начинаем создавать на переднем плане траву охристые оттенки более д больше охра добавляем носик мастихина смотрит к верху еще что интересно движение травы да как бы на этой картине она у нас влево наклон и мы также сделаем наклон в основном до идет как бы влево но не не весь да то есть перебиваем где-то меняем направление потому что ну чересчур будет даже красноватых вот таких оттенков и не забываем соответственно про темные коричневые коричневая голубая фс то есть не будет у нас светлый яркий смотреться с очень так вот ярко до сочно если рядом не будет темных оттенков вот мы их сейчас так вот смело закладываю я в разных направлениях видите но я двигаю мастихином разных направлениях мы все равно общее движение масса ведь надо что у нас наклон идет влево вот добавила желтый какой вот болотный цвет получился такого оттеночка больше охрочки то есть меняют те вот разнообразные травы но приблизительно они как бы все идут вот такие вот как я говорю да оливковые болотного цвета но где-то больше желтого сбилил где-то больше зеленого вот даже добавила голубой фц с белилками да вот такой холодный холодный зеленый получился то есть играем варьируем даже вот такой сероватый оттенок это тоже оттенок зеленого наношу такими крупными мазучками кое-где их перепевают и вот здесь травы выходящие на водичку то есть тем также настукиваем как и веточки мы настукивали до в разных направлениях смотрите на светлой воде хорошо будут и видны хорошо и смотреться хорошо темные травинки на девушке вот где теневая идет отражение от дерева да там светлые травинки смотрится хорошо и вот уже здесь центр композиции у нас девушка даму соответственно травка под ней мы уже добавляем более светлых оттенков более такая вот желтая в разбили таких вот совсем совсем светлых и если не хватает добавляем темных и вот здесь тоже чуть-чуть впереди немножечко постукаю как бы добавлю вот этих вот тонких травинок охра с красненьким такое все скучная до зеленая добавим таких вот красноватоохристых оттенков немножко сразу становится работать так и повеселей белилки желтым еще и задаем направление вот добавляют темных если требуется то здесь уже как бы смотрите по своей работе требуется либо не требуется то есть я как бы не вижу уже какое-то получилось и вот поближе на постозные мазочки этих типа кувшинок там вот веточки да вот наша девочка посмотрите как все написано теневая на платье видите нет постозности а свет прям постозно на платьички и вот травы вот настукиваниями получатся такие травинки интересные темные светлые такая кажется мазочка очень-очень красиво такая замечательная работа получилась не сложный сюжет как бы над девушкой надо покрапить посидеть а так довольно таки интересная работа спасибо друзья за просмотр и ставьте лайки подписывайтесь на канал если не подписаны я желаю вам всем отличного настроения и на этом с вами прощаюсь до скорой встречи пока пока